Я про политику вообще никогда не разговариваю здесь, но потому что я вижу, что очень много русскоговорящих людей только берут их информацию о ситуации, которая сейчас происходит в Палестине, а только одной стороны я решила, что я вам чуть-чуть дам информацию сегодня, потому что я здесь живу и все вижу, что здесь происходит. Я должна вам сказать другую точку зрения, чтобы вы подумали и не обвиняли людей, которых просто нельзя обвинять. Палестин — это страна. У них там люди, у них там корни, у них там дома, у них там государство, у них там цивилизация. И все это у них очень давно. И внезапно пришли люди и сказали, что мы сейчас будем этим всем контролировать, и эта земля будет наша. Так что вы сейчас под нашим контролем. И представьте, если вы так живете, и внезапно кто-то к вам пришел и сказал, что вот это было ваше, а сейчас это станет моим. Как бы вы ответили на это? Не только это, но этот контроль и эти люди, которые живут сейчас под контролем, им уже 75 лет под контролем. Так что то, что сейчас случилось, мы должны понять, что это не атака, а ответ на то, что сейчас очень много лет происходит там с людьми. Люди там живут, как будто они в тюрьме. У них нету никаких прав в их земле. Так что вы себя спросите, это была атака или это был ответ? Ответ на то, что происходит сейчас не год или два года, 75 лет. Даже подачи воды у них не хватает. И это должно нас всех касаться как люди и как люди, у которых есть совесть. Вы представляете, что сейчас армия и даже несколько стран, которые посылают туда людей и оружие, чтобы воевать. И они воевают с людьми, у которых нет армии. С людьми, у которых нету даже оружия. Вот эта трагедия сейчас происходит в Палестине. И потому что у меня есть подписчики, которые русскоговорящие, но они не понимают, что сейчас происходит. И потому что они слышат на новостях точку зрения вообще другую, я хотела с вами поделиться. Субтитры создавал DimaTorzok